Обзор колонки Rollton E500. Название колонки Rollton звучит забавно, особенно если вспомнить фразу «вешать лапшу на уши», упоминание которой будет уместно, если учесть, что российская компания Rollton выпускает лапшу, а колонка нужна для прослушивания музыки с помощью тех же ушей. Ну и посмотрим, не навешали ли нам китайцы лапшу в виде плохого звучания. Для начала стоит упомянуть, что колонку я заказывал в официальном магазине компании Rollton на Алиэкспресс. Сейчас на том же аллее есть продавцы, предлагающие более низкую цену, но мне захотелось приобрести товар у официального представителя. Не знаю как сейчас, но если посмотреть отзывы с фотографиями товара у других продавцов, то можно заметить, что на колонке указаны надписи на китайском языке. То есть это версия продукта для местного китайского рынка, тогда как мне доставили международные версии, в которой переведены на английский не только надписи. Но обо всем был порядку. Rollton E500 мне это конечно не так важно, но вряд ли у других продавцов имеются такие же коробочки. Внутри посылки была еще одна коробка с информацией о технических характеристиках устройства. В самой коробке помимо колонки я обнаружил micro usb кабель, инструкцию на английском языке и шнурок, который вставляется в специальное крепление для того, чтобы колонку было удобнее носить на запястье. Лично мне еще не хватает чехла для более безопасной переноски устройства. Что касается внешности, то колонка была решена избать от скучных цветов передней панели, то есть решетки, закрывающие динамики. В наличии только яркие и позитивные цвета. На лицевой части колонки есть наклейка белого цвета с надписью Rollton. Под решеткой виднеется два динамика в левой и правой части колонки, а между ними расположился вуфер. Нельзя не обратить внимание на большое количество кнопочек, которые неплохо помогают управлять колонкой. Они действительно нужны и без них было бы неудобно, но об этом я расскажу чуть позже. Пока что отмечу, что кнопочки прорезинены и удобно нажимаются, подробности о внешнем виде колонки вы можете прочитать в текстовом обзоре, ссылка на который будет в описании к видео. Ну а в видео обзоре я перейду сразу к функционалу. После первого включения Rollton E500 переходит в режим прослушивания FM-радио, для которого доступен автоматический поиск станций. После автопоиска для каждой станции задается ячейка, на которую можно переключиться, нажимая на кнопки с цифрами. Если, к примеру, нужна 11-я станция, то два раза нажимаем на кнопку 1. Всего у меня в квартире записалось 24 ячейки, но в некоторых из них присутствуют только помехи. Вообще качество приёма сигнала неплохое, но далеко не идеальное. Я ждал большего от колонки с такой достаточно длинной антенной. А вот как самому изменить частоту радиосигнала в ячейке, я так и не понял. Но можно сразу переключиться на определённую частоту при помощи всё тех же кнопок. К примеру, нажимаем 1.0.1.7 и попадаем на частоту 101.7. Ещё можно записывать радиоэфиры при помощи кнопки, на которую изображён микрофон. «Всё, что есть, всё, что есть, всё, что есть...» «Всё, что есть, всё, что есть...» «Отрезай, Арина, хочется...» «Всё, что есть, всё, что есть...» «Всё, что есть, всё, что есть...» «Ну да...» «Что ещё такая рыба может иметь?» «У́й, шум, шум, шум...ээээ... что вы, этот... ходи...» «И память о дне космонавтики, о дне когда Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос» «К чему я это говорю?» Потому что с понедельника... Продолжение следует... 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 большинство других бюджетных смартфонов звук динамиков по качеству неплох по меркам подобных устройств но по громкости не может тягаться ни с gpl flip miss bbk bt-a-106 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...